Господи, 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 Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Всегда смотрите за бегущими цифрами. Аминь. Вот читая Евангелие от Иоанна, мы находим такие строки о том, что Господь это свет, который Он явил милый. Я говорю это своими словами. Но люди больше возлюбили тьму. Написано так. И по основанию апостола написано так, что необходимо заграждать уста невежеству людей. То есть с одной стороны человек возлюбил в массе своей больше тьму. На свет не идет, на свет Божий. И с другой стороны по этим людям свойственно что-то говорит такое невежественное. И это невежество надо пресекать. Вот в связи с тем, что пошел в прокат этот пресловутый фильм Матильда, то возникают такие версии. С одной стороны оправдывающие действия сторонников царя Николая. Ну не то что сторонников, мы все, так сказать, сторонники святых людей. Но одни люди ревностно доказывают свою непримиримость к этому невежеству людей. И в данном случае они, ссылаясь на это выражение, закрываете уста невежеству людей, оправдывают свои действия против дохулиганских, до уголовно-казуемых, чтобы пресечь показ этого фильма. Я, допустим, как православная крестьянность, я вижу, что большие идут споры вокруг этого фильма, и он вызывает страсти нездоровые. Я просто его не смотрю, у меня просто нет до этого времени. Меня этим не пугаешь, но мне 58 лет я уже отвечаю добро от зла. В любом случае, меня этому учили. В храме нашей православной Библии учат об этом. И вот, в самом деле, зачастую бывает так, когда люди, совершая тот или иной поступок, приводят в оправдание ту или иную цитату священного писания. Вот как обстоит дело. То есть не говорить, что я совершаю это с намерением хулигански, закрывая хруста тем режиссерам, что переписали, выпустили и создавали, а говорят, что мы закрываем хруста невежеству людей. Вот как получается у нас оправдание действий, которые на уголовном кодексе квалифицируются как преступные или административно наказуемые. А как вообще-то в Освятой Библии подобные случаи рассматривались? Писание у нас Ветхого Ирона Завета. Ветхого Ирона Завета там просто, как у чеченцев. Вот они там сидят, карикатуры какие-то нарисовали во Франции. Они заранее разработали план. У них в типографии там полицейские стоят. Они подходят к полицейских, сразу застрелили, ворвались. В типографии там шесть сотрудников узнали, когда они в совещании, всех расстреляли. Контрольные выстрелы в голову и все. Закрыли. Устали шестивых людей. Потому что они нашел пророков. Там хулили и прочее. Но мы к этому призывать не можем. Ну вот, допустим, есть такое искушение Христа. Блудные все это про Христа. Ну, сказали, сделали. Их предупредить. У нас не дано данного другого оружия, как сидеть за столом. Это говорит Христа Константин, император будущего, православный, когда уже захватили все, давать преследовать еретиков Ариан. А он говорит, садитесь за стол и решайте свои вопросы. Игнать никого не надо. И докажи. Вот Афанасий, вот дьяком был, в будущем патриарх города Александрии, Афанасий Беликий. Ну, вот Александрийский, сказать, Беликий. Он просто знал, как нечестивые устали заградить. Простой вопрос. А кто тебя будет судить, если ты умрешь? И повернул спять. Стали дезавуировать свои подписи, подписавшись за Арианской исповедательности и Валаберы. И возвращаться. И ни один, ни два, буквально все повернул. Вот так невежеству людей ты можешь заградить его. Ну, это может вызвать даже смех, на посмешище выставить. Вот люди сильно восхваляли советский режим. Никто сильнее не заградил их уста. Никто, как Александр Исаевич Солженицын. Помог ему в этом Михаил Сергеевич Горбачев. Когда меня спрашивают самые знаменитые или винные политические деятели современности, я называю, ну, что солженицем все согласны, а Горбачев, он что? Я говорю, он помазанный Божий. Он Христос с маленькой мухой. Откуда известный Зеремий? Там написано Кир, языческий царь, мой помазанный. Почему он отпустил народ Божий? Так этот раскрепостил молву. Ну, встреча была, тысячелетия справили, как положено. Это было неверное такое. Храмы стали возвращать, он как царь Кир. И поэтому, когда говорят, что погубило вот эту империю, лжи, зла, Советский Союз, СССР, сатанистское сборище сумасшедших рабов, вот как переводится это, то говорим, архипелаг, гулаг и перестройка, классность. Архипелаг, гулаг и перестройка, классность. Все стали говорить, считать, стали издавать архипелаг, гулаг и все рухнуло. Хотели показать лик человеческий социализма, и увидели там страшную, кровожадную, кровавую рожу монстра, который сожрал 100 миллионов человек. 66 только репрессий сожрали. Так что, на это надо смотреть так, кто это был, и заграждать устали счастливых людей, делал. Допустим, мы знаем, в настоящее время, в России, данные устаревшие немножко, потому что все время сифра растет, погублено, закрыто, 21 тысяча поселений. На Алтае только у нас более 400. А еще на Алтае дышит еще несколько десятков тысяч. Десятков. Недавно, мы считали, бывает, по одному человеку живут. Ну и все говорят, что вот, видишь, и земля никому не нужна, и русский человек полностью развратился, и восстановить невозможно, ну и прочее, и прочее, и прочее. Мы опровергаем и заграждаем уста такие своим поступком, что взяли землю, получили статус официальный в 91-м году, и вот теперь потеряем уже 27-й год. И при том, не просто селение восстанавливает, а на христианских, православных, старинных, благочестивых обычаях. Вот как. И мы этим самым заграждаем их уста. В школе, да там, то мы показали, в школе можно все направить. Даже учить детей по этой программе, какая дается. У нас школа-то не приходская, но учителя начинают с молитвы. А дальше все идут по программе, ну и объясняют, что вот это вот, нет обезьяны бабушка твоя, а она была христианка. Интересно, когда одна учительница задала вопрос, говорит, а кого вы знаете таких близких, с кого можно было брать пример, подражать ему, как Маяковский Владимир Владимирович говорил, с Ленина образ писали. Одна девочка подняла руку, скажите, а моя бабушка, зовут ее Синья Ивановна. Учительница постояла и говорит, я вашу бабушку не знаю, папу с мамой знаю, они приходили, хорошая. Сколько бабушки, лет столько-то. А ну-ка скажи, Светочка, ваша бабушка молится Богу? Потому что, судя по тому, что ты хочешь подражать, какая она добрая, какая она заботливая, это только верующие такие будут. Да, она молится, у ней какая-то есть веревочка, она по ней молитвы считает, то есть икона у нее есть. Ну, я, значит, не ошиблась. Правильно. Неверующие бабушки такими быть не могут. Бабушке только одно накормить, халвой рот до ушей забить. Ешь больше, спи дольше. Главный лозунг бабушек. А это всему научило ее и петь, и молиться, и посчитать старших. Бабушка верующая, она работает. И так в любом вопросе. Этим заграждает усталища силых людей, что это не так. Да вот сейчас надо идти воевать. Мы молились, и Господь дал закон альтернативной службы. Но только там сидят священники и видят, то ли косит, как говорят, уклоняется от службы, или на самом деле ты за полгода раньше должен подать документ, что ты христианин, и это прийти тебе, брать оружие в руки, кого-то убивать, и ты должен подтвердить это. И мы даем документ, печать, батюшка расписывается, человек не на отлучении, да, член нашей общины, у нас никого в армию не берут. И на альтернативную ухаживать за больными тоже не берут. Никак. Мы идем открыто. А если бы не было альтернативной отстрадали, отсидели, в армию наши идут, у нас не положено косить от армии, но без присяги. Присяга составлена в таком виде, что она клятвой является, клянусь, а раз клянешься, клятва, она написана, не клянись вовсе, не головой, не престолом Божьим, Яков об этом говорит, и Христос. Поэтому согласно федеральному закону от такого-то числа вот этой скамейки я недавно только с одним юношей беседовал и все ему дал. Потом он приходит ко мне, я ему объясняю. Он меня фотографирует, все эти законы федерального собрания. Это сегодня я выставил, сегодня ролик этот выставлен. Надо посмотреть, сколько посетили. Вот так. Игнатий Тихонович, вы упомянули о том, что в 91-м году было зарегистрировано ваша православная община в селе Потеряевка. Вы обратились в орган государственной власти, чтобы вам выделили землю, зарегистрировали устав и по нему живете. Да, и на карту нанесли, и везде на дорогах теперь таблички в реестр государственных поселений. Мы не просто так. К нам электричество сразу провели. Электричество. Это немало. Школу открыли, храм, регистрацию, учителя, которые получают зарплату из государственной казны. То есть это... И они платят все налоги, и там и по пожарным, и везде. Вот. Получают пенсию. Вот. Это поселение, но оно маленькое. Почему? Господь знает, пока с этим не поправитесь. А население сделать большее, где-то что-то случись, и найдутся люди, которые узнают, друг другу сообщат, в один год могут заселить. Так. Потому что лучшего места для воспитания детей в христианском духе не найти. Все верующие, православные, православные, которые признают благодатность московского патриархата, к нам приезжают митрополиты, епископы московской патриархии. Они тут служат, у нас нет никаких противоречий. Одно и то же учение, хотя мы зарегистрированы от русской православной церкви за рубежом. И вот он сейчас, здесь были священники, и он считает, поминею патриарха Кирилла, московского, всея Руси, и митрополита, и лавиона, североамериканского, и канадского. Зачем он поминал-то, если это, мы нигде не чистимся там. А потом поминает местного митрополита Сергия Иванникова, и Славгородского, Каменского, всея Волода, потому что к нему как бы отделили эту территорию, ну, он никогда к нам не едет. Он нас не уважает и не любит, и преследует, и злословит. Вот так. Так что, но мы все равно его поминаем. Ну, не мы, а когда их патриархиное приезжаем. Так вот, к созданию таких общин православных призывает и известный политический деятель города Харькова, но он известный по всему милу, им фамилия Эдуард Ходес. Это бывший староста синагоги еврейской, который недавно принял православие. И вот он, принимая пример поведения евреев, которые после событий Донбасса, известных, когда обрушились на непокорных киевскому режиму защитников Донбасса, люди стали разбегаться оттуда. Кто в Россию, а кто в Нубину Украины. Так вот, часть евреев объединилась и образовали общину, еврейскую общину, которая выступила с ходатайством перед Киевским областным советом о выделении им земли. И им выделили землю, нашлись спонсоры, это община завела стадо и что-то у них коровы, овцы есть, строят молокозавод, которые уже построили, спонсоры есть, и показали по телевидению, видеоролик, как у них там идут дела. То есть, по сути дела, не было, говорится, счастья, да несчастье помогло. Евреев смогли объединиться под Киевом, создать общину со своим уставом, построить там аномальскую экономику, чтобы жить и продавать свои товары. И к этому призывали православных христиан Эдуард Ходос. Вы тоже так поступаете, поступите так, как они. Но пока же информации о том, чтобы наши беженцы создали православные общины на землях, где они компактно живут, такого еще не поступило. Но таков-то история есть, и призыв такой сохраняется. Так что можно везде православных людям, где они хотят создавать такие общины, приступать к анонсальским органам власти, выделения земли. Но этого пока нигде нет. Люди вроде как ждут, чтобы за них это кто-то сделал другой. И вообще об этом не помышляют. Вот что приходит на ум в ваш рассказ. Ну, как сказать, народ другой стал. Не то, что при Столыпино Петр Аркадьевич он заботился об этом, чтобы образовали общины. Не православные, а там, как, по единомыслию хотя бы как-то. Но сегодня очень трудно. Вот у нас здесь живет брат Игорь Глушков, вот, Дароваева. А он в Казахстане был, приехал, и тут какой-то Скрипачев, кажется, по миле приехал. Сейчас, я не знаю, то ли 28, или 48, такой грузовик у него было. Дома двухэтажные стали строить, и все рассыпалось. Вероги стали блудить, воровать, доносить, и все полностью разрушилось. И он оттуда прослышал про нас, приехал и здесь поселился. Так что у нас есть цемент, а у них не было. И некоторые статьи были, говорит, вот два поселения то, и которое у нас здесь, и писал Влад Галенко, я за бойми наблюдал, ну, как у них дело-то пойдет, у Скрипачева этого, там все разрушилось. А у нас стабильно все стоит, много, нету, мало ли, но каждый с хозяйством, как считают, мы не голодом, а все есть, все. Один фермер, около 300 гектар земли, помаленьку дороги восстанавливаем, пруды, теперь уже рыба, щат рыба хорошая, ну и так, школа работает, храм, все идут в храм, но у нас тут старообрядцы, они не ходят, не запрещают, которые ходили, родственники. Вот Богу слава, слава Богу и за все. Слава Иисусу, Аминь.